Несвоевременные мысли, заявления о намерении Москвы и Токио встретиться и поговорить о заключении мирного договора сразу же вызвало резкую критику в Вашингтоне. Судя по всему, Токио даже объяснили, что такие переговоры могут лишить Японию шанса стать постоянным членом совбеза ООН, если он будет расширяться. Представитель Госдепа Кирби заявил, что сейчас не время вести мирные переговоры из-за позиции России по Украине и Сирии. То есть вмешался в диалог, который страны ведут уже более полувека. И вопрос для обеих сторон крайне чувствительный, ведь речь идет о заключении мирного договора, не подписанного после Второй мировой войны из-за проблем у Курильских островов. И теперь заявление Кирби – это уже прямое вмешательство во внутренние дела Японии. Как и когда выстраивать отношения с Тихоокеанским соседом? Ведь один раз Токио уже уступил, присоединившись к антироссийским санкциям. На японцев оказали давление, они вступили в общую коалицию Запада, которая не одобряла действия России в Крыму, в отношении Украины, ввели санкции. Но при этом интересно, что японцы санкции вводили менее жесткие, чем другие страны. Судя по всему, кабинет Синдзе Абы сейчас в крайне сложной ситуации. Ведь, с одной стороны, это заявление в стиле диктата времен послевоенной американской оккупации, главное напоминание о которой – американские военные базы на территории Японии. И это унизительно для Японии. С другой стороны, Япония и Россия пытаются решить именно послевоенные проблемы, начать нормальный диалог по-соседски. Но получается, что Вашингтон четко дает понять, он не заинтересован в их решении. А японцы, тем не менее, хотят продолжать диалог. И когда Абы был на встрече «семерки» в мае в ФРГ, он, понимая, что Соединенные Штаты против, он заручился поддержкой Меркель и Оланда. После этого активизировалась дипломатия японская, приезжал министр иностранных дел. Соединенные Штаты продолжают оказывать давление и говорят о том, что нет, вообще-то вы не ведите этот разговор с Россией. И тем не менее, я думаю, что Абы заинтересован в этом и будет продолжать линию на то, чтобы все-таки визит Путина состоялся. Хотя, конечно, подготовить его очень трудно будет.